Книга «Открытым оком», том 2, тема «Деньги», вопрос 621. «Можно ли давать нищим деньги или еду на помин души?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Найти действительно нищих сегодня не так просто. Я знал только одну нищенку, Ушакову Валю, Пятидесятницу, которой сын все пропивает. Она приезжала откуда-то из-под Тольменки, может быть, раз в месяц. Она боялась поднять глаза на людей. Когда ей подавали деньги, она испуганно взглядывала на человека и от стыда с искривленным лицом просила «Простите меня!» И если ей удавалось собрать на несколько кирпичей хлеба, она тут же исчезала. Сегодня же у церкви я насчитываю более десяти человек, бронящихся между собою, опустившихся, опухших. И сколько бы им не подавали, им всегда будет мало. Как монашкам из Знаменского монастыря, круглогодично выпрашивающим по всем предприятиям и магазинам города на устройство иконостасом. Подавать им грех — это не нищие, и просят не по нужде, а по безделью. Они не должны носа показывать из монастыря, но молиться там день и ночь. Тем более, на помин души давать незнакомому — это слепое самоуспокоение. Что будто бы это кому-то поможет. Без мирных, мирных в кавычках, грамот от епископа никто не имеет права просить. А епископ должен расследовать, действительно ли у человека нет пенсии и никаких дотаций. Я сам из тех, кто просит на поддержание существования детского лагеря Сана. Свою деятельность я начинаю в конце мая и заканчиваю в начале июня. Мне помогают примерно 4-5 добрых коммерсантов или предпринимателей. И на этом все. Мне этого хватает. Добыта мука, крупа, макароны. Из-за этих благотворителей мы молимся каждый день. Принимать милостенью — это великая ответственность. И за нее придется давать строгий отчет пред Богом. Могу засвидетельствовать, что на себя не потратил ни разу ни грамма, ни рубля. Продолжение следует...